Привет, друзья! Я очень рада вас видеть снова на моем канале, посвященном жизни в лесу, рукоделию и сказочной эстетике. И сегодняшнее видео по вашим просьбам я продолжаю по теме весеннего гардероба. И сегодня буду показывать образы в сказочной, легкой, нежной тематике, которые я сшила сама. Будет также небольшое количество винтажных вещей, и я подробно расскажу о том, как каждая вещь была сшита, и какие идеи вдохновения стояли за этими образами. Ну что ж, давайте начинать! И, конечно же, гардероб мы начнем обязательно с верхней одежды, потому что все-таки в России весна в основном холодная. И первое, что я вам хочу сегодня показать, это вот такое молочное пальто-кейп, которое я сшила, наверное, около 11-12 лет назад. Оно все еще в прекрасном состоянии, несмотря на то, что это белые вещи, казалось бы, не очень практичные. Покажу сейчас детально ее на манекене, и потом несколько образов уже на мне. Первая часть этого пальто, это вот такой вот жилет, который надевается вниз. Он сшит из той же ткани, такой очень приталенный, с шаленым воротничком. И нужен он для того, чтобы добавить немножечко тепла, можно было распахнуть пальто, либо утеплить какие-то легкие платья, если в этом есть необходимость. Интересная такая фактурная ткань, шерсть с хлопком, но при этом она очень теплая. Пальто полностью на подкладке, здесь такие шоколадки какие-то, конфетки, даже не знаю. Но мне очень понравились, и я эту подкладку использовала в разных вещах. И особенная моя любовь конкретно вот этого кейпа, это вот такие перламутровые кнопки, очень нежные, что-то мне напоминает немножечко украшения 60-х, 70-х, вот очень мне нравится. Здесь большой тоже капюшон, кейп сам по себе не очень длинный, он где-то до колена, и поэтому его можно носить, не опасаясь, что белый цвет будет как-то запачкан уличной грязью, вот ничего подобного, он достаточно короткий, чтобы было комфортно гулять где угодно. Следующая вещь, это вот такое великолепное платье-футляр фасона Принцесс, из пальтовой ткани в ёлочку изумрудного цвета, и это то платье, в котором можно гулять в лесу, можно заниматься вообще чем угодно, я в нём езжу в какие-то поездки, где мне нужно, например, провести час или больше в поезде, в электричке, в общественном транспорте, оно очень удобное, тёплое и при этом невероятно элегантное. Сейчас покажу его вам поближе, но, наверное, это мой фаворит на эту весну, вот скажу откровенно, это платье я просто уважаю. Это платье бюстия отлично выглядит с белой блузкой, у меня вот такая вот блузка из секонда, с жемчужными пуговками и пышным рукавом, и я люблю носить его также с подъёмником, вот сегодня у меня вот такой цвет какао из мягкой сетки. Можно ещё до тепла добавить шарфик, и это платье отлично сочетается с разным пальтом, поэтому я покажу вам несколько вариантов. Покажу вам ещё одно пальто, и вот этот великолепный экземпляр такого цвета Петроль с мраморным рисунком, я просто обожаю, потому что это моё первое пальто, которое я сшила с утеплением, ему тоже очень много лет, где-то 13 или 14, может быть, лет, но это просто такая классика, которая никогда не выйдет из моды, поэтому пальто с удовольствием ношу до сих пор, и сейчас покажу его вам поподробнее. Пальто сшито из такой пушистой альпаки, оно на шерстяном утеплителе, который пристёган внутри полностью вручную, меня заняло где-то первый раз в месяц эта операция, и вот у него такая прекрасная жикардовая подкладка тёмно-бордового цвета. Здесь ещё очень интересная фурнитура, мне удалось найти вот такие вот кнопочки под старину, розовато-медные, какие-то латунные, и мне очень нравится, как всё это сочетается вместе. Пальто без воротника, у него широкие рукава, поэтому можно надевать абсолютно любые блузки, платье вниз, и само оно имеет такой А-образный силуэт. Кстати, это один из тех редких случаев, когда я шила по готовой выкройке, это была модель из старого выпуска Бурдемоден. Вот, мне кажется, что-то в этом пальто есть от 60-х, ну, судя по реглану и такому А-образному силуэту. Пальто такое немножко в стиле кафтана, к нему очень классно подойдёт меховая шапочка, мне вот такую подарили шапочку на 8 марта, и можно сделать с ней такой образ в русском духе. И, конечно же, это изумрудное платье будет отлично сочетаться с изумрудным же пальто. Кстати, про него я снимала отдельное видео, оставлю ссылку в описании. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. И это пальто из кашемира, такой кейп. И это пальто мне очень нравится надевать также в поезд, когда я еду на работу, либо на какую-то встречу, либо в самолёт, потому что он очень тёплый, и в то же время не стесняет движений, а когда вам хочется расслабиться немножечко в пути, завернуться во что-то тёплое, как в одеяло, это вот то, что нужно. И следующее платье, это платье Дирнду, а это баварский наряд, который мне очень-очень нравится, фольклорный, у него такой интересный вырез каре, который красиво подчёркивает зону декольте, и обычно его носят с какой-либо блузкой, кружевной, либо плотный, и вот сегодня я решила скомбинировать моё платье с такой прозрачной блузой, потому что платье само сделано из шёлка, и кажется, что это такой более вечерний вариант. А внизу у него на юбке очень красивый жаккардовый узор в виде роз, я сейчас покажу вам более подробно. Вот такие вот розы, тоже из шёлковых нитей, очень интересная такая купонная ткань, у меня есть подобная ткань ещё с синими розами, я пока из неё ничего не сшила, но думаю, тоже сделаю что-то такое же. Интересная, фольклорная. И к таким няжным шёлком нарядам я люблю подбирать более такую грубую, плотную верхнюю одежду, и поскольку баварское платье предполагает горы, Альпы и вообще всю эстетику связанную с горами, мне очень нравится в комплект надевать вот такой вот кейп из плотной шерсти цвета хаки, это, кстати, работа моей мамы, она подарила мне его на день рождения. Кейпа очень интересная шёлковая подкладка из натурального шёлка, вот с такими тоже конфетками. Красивые карманы, и я сейчас вам покажу его поближе. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, с большинством образов я предпочитаю носить вот такие вот сапожки. Это высокие сапоги до середины бедра. На полской подошве в повседневной жизни колбок я ношу только на какие-то мероприятия либо в помещении, потому что нужно много ходить, передвигаться, и, конечно, такая подошва гораздо практичнее для длинных прогулок. Сапожки из натуральной кожи, такого шоколадного цвета. Подходят буквально ко всему российского производства. Я вот очень их люблю. И у меня есть такие вот с утеплителем и без. Мне кажется, я их ношу просто постоянно везде. И этот обзор мы сегодня завершим вот таким роскошным платьем из шёлкового французского бархата. Почему это платье для меня важно? Это, конечно же, не только из роскошной ткани, потому что это платье было одним из первых, которые вообще в своей жизни я сшила. Сшито оно было ещё на маймной швейной машинке. И, как видите, я как экстремал выбрала самую сложную ткань, достаточно сложный фасон. Это вот такое платье Бестие с юбочкой, ярусами. И шила его на очень простой бытовой машине, протерпевая огромное количество сложностей. Поэтому платье, конечно, получилось не без мелких изъянов. Но мне оно до сих пор очень-очень нравится. Оно очень эффектное. И на все праздники я с удовольствием его надевала и наслаждалась тем эффектом, который оно производит. К этому платью также у меня была сшита вот такая вот шёлковая блузка. Это китайский шёлк с золотыми розами. Постараюсь их показать на камеру. Такие манжеты здесь с рюшей. Воротник-бант. Очень длинный. И пуговицы также обтянутые шёлком. Всё это я сделала вручную. Вот такая вот блузка. Соответственно, к этому платью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok